Хорошо не только тратить деньги, но и зарабатывать. И Казань, безусловно, один из таких городов. Я совершенно безумат татарских девушек, и я просто обожаю Татарстан. Я не представляю, зачем вы пришли послушать меня, но попробую вам рассказать что-то интересное. Начал встречу главный интерьер страны, чей проект в Дудь набирает миллионные просмотры. Конечно, главная мысль, которую Юрий Дудь пытался донести до аудитории, телевизор уже не Soul Fresh, а Ютуб — это тот хайп, который его знаменил. 2017 год считается более-менее революционным по части того, что происходит в медиа, которые раньше, ну или до сих пор заточены вот в этот самый экран, появилась прям настоящая альтернатива у телека. Если раньше мы понимали, что этой альтернативы более-менее нет, то к 2017 году такой замечательный видеосервис, как Ютуб, набрал мощь, и самое главное, он привел к себе взрослую аудиторию. Эффект Дудя — штука забавная. Похоже, теперь успехом награждается не только присутствие, а отсутствие на ТВ. Хотя совсем недавно он впервые за долгое время появился на Первом канале в программе «Вечерний Ургант». За 8 месяцев существования своего видеоблога в российском интернете набрал вот буквально на этой неделе 100 миллионов просмотров. Это невероятный, невероятный успех. Встречайте Юрий Дудь сегодня на встрече. Передача Дудя традиционная, то есть позднерообразная. Он тщательно готовится к эфиру и берет классические подробные интервью. Единственное отступление от канона — щедрый мат, иногда мотивированный сюжетом, иногда не очень. Небольшой успех, которого добилась наша программа, он возможен ровно благодаря одной штуке, что я там выполняю функцию официанта. То есть я человек, который просто посредник между зрителем и между известным человеком, который туда приходит. 5 октября в Нижнекамске открылся медиа-форум «Медиапруф», на котором выступили именитые журналисты России, создатели годного контента в медиапространстве. «Где-то три дня назад в аэропорту Майами на стойке. Здравствуйте, куда вы направляетесь? В Нижнекамск. Это где-то в Алабаме. Нет, нет, это в Татарстане. А, в Калифорнии. Мне кажется, это не так вообще важно, крупный центр или нет. Важно то, как это организовано, важно то, насколько удобно, конечно, добраться людям. Но я вижу, что здесь не было этой проблемы. Был полный зал, 400 человек. То есть мне кажется, что в Нижнекамске все получилось, это здорово». Первыми своим опытом успели поделиться Родион Скрябин из «Лайфхака» и Ольга Бишлей из «Батенька. Давы Трансформер». Канал «Лайфхакер» возник в 2013 году и за 4 года набрал 200 тысяч подписчиков. Первое видео, которое набрало миллион просмотров, называлось «Что происходит, когда кто-то умирает в самолете?». «Максимально адекватный тренд – это персонализация контента. То есть к этому все идет. И умные ленты, и постоянное обновление паблишинговых платформ на соцсетях. Я думаю, что персонализация контента, и когда соцсеть будет давать тебе максимально интересный контент, к этому все идет. Буквально с самого основания сетей. Эти алгоритмы все время улучшаются и так далее». Вырученные от продажи деньги будут пущены на запуск первого инклюзивного арт-кластера в России, который будет находиться в Нижнекамске. Диана Шилова, Ленардо Матьяров, Универ-Ньюс.